Здравствуйте! Приветствую вас на Кухне Совет! Сегодня хочу поделиться с вами рецептом простейшего рецепта кокосанки с шоколадом. Обожаю кокос и все, что с ним связано, поэтому делюсь с вами именно этим рецептом. Для начала понадобится кокосовая стружка, либо у меня кокосовая мука, рисовая мука и сахар. Если нет рисовой муки, можете использовать пшеничную, но с ней будет печенька немножечко потяжелее. Если же вы замените всю муку на кокосовую стружку, то оно будет тоже достаточно тяжело жеваться. Здесь рисовая мука дает нежность печенью, поэтому не советую ее заменять. Также сюда добавляем 2 яйца. У меня категория С1. Если у вас будет С0, возможно понадобится добавить еще немножечко кокосовой стружки. И все это аккуратно ложечкой перемешиваем. Перемешиваем для того, чтобы все сухие ингредиенты пропитались от яйца. И чтобы увидеть, сколько нам придется добавить молочка или сливок. И вообще придется ли добавлять. Потому что если у вас были яйца категории С0, то возможно жидкости добавлять не придется. Перемешиваем все ручками после того, как замешали ложкой. И теперь я добавляю сюда молочный шоколад. На самом деле начинка может быть любая. Изюмчик, орешки на ваш вкус. Нам очень нравится с шоколадом. Поэтому показываю вам вариант именно с ним. Но не забывайте, что всегда вы можете менять любой рецепт под себя. Это просто необходимо, потому что вкусы у всех людей разные. И чтобы вам действительно все понравилось на 100%, всегда нужно подгонять рецепт под себя. Итак, все хорошо перемешиваем. И видите, у меня все равно масса очень такая рассыпчатая получилась. Поэтому я добавляю 1 столовую ложку 10% сливок. Помногу не добавляйте, добавляйте постепенно. Важно, чтобы консистенция стала такой, что чуть-чуть хотя бы печеньки могли склеиваться. Не рассыпались в песок, а склеивались. Вот так вот. Это отличная консистенция, больше жидкости не добавляем. И теперь формируем из нашего теста шарики и обваливаем их в сахарной пудре. Сахарная пудра после выпечки создаст прекрасную вкусную такую хрустящую корочку. Поэтому обязательно советую вам обвалять в сахарной пудре, не пропускать этот шаг. А пока духовочку прогреваем до 180 градусов, лучше даже до 190. Из данного количества ингредиентов у вас получится 12-14 штучек. Выпекаем все 10-12 минут. И вот такая красота у нас получается. Печеньки не сухие, не твердые. У них прекрасная хрустящая сладкая корочка и нежная начинка внутри. Обязательно попробуйте приготовить. Этот рецепт достоин внимания. Очень быстрый, вкусный. Спасибо за просмотр. Оставайтесь с нами. До свидания.